Ход капитального ремонта и реставрации объекта культурного наследия регионального значения дома купца Мазепы неоднократно освещался в нашей программе новостей. Здесь располагалась раньше и будет сейчас работать Славянская детская художественная школа. И вот, наконец, радостное событие. Работы на этом памятнике архитектуры начала 20 века завершены. Состоялось торжественное открытие. Его подробности в репортаже, который открывает наш выпуск новостей. Эта архитектурная жемчужина Славянска на Кубани, которая представляет собой образец стиля эклектика начала 20 века, радует глаз стрельчатыми башенками и сложным штукатурным и лепным декором. Необычное здание нуждалось в большой и бережной работе по ремонту и реставрации, чтобы сохранить его и обеспечить возможность полноценного использования. И это было сделано. На торжественной церемонии открытия присутствовали почетные гости. Глава Славянского района Роман Синеговский отметил, что проект был воплощен в жизнь благодаря поддержке губернатора Кубани и законодательного собрания Краснодарского края. Открываем после реконструкции памятник архитектуры, художественную школу, дом купца Мазепы. Хочу сказать большое спасибо прежде всего губернатору Кубани, Веденовичу Кондратьеву, потому что, как было уже сказано, с его личного участия, с посещения этой школы образовалась краевая программа поддержки культуры, развития культуры Краснодарского края. Очень приятно, что это здание имеет смысловую навруску. Это художественная школа, в которой уже с сегодняшнего дня наши дети будут заниматься изобразительным искусством, живописью, керамикой и рядом других направлений. Для этого мы сделали дополнительно два цеха, где можно будет практически применять свои навыки. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский подчеркнул, что этот значимый объект открывает новые горизонты для творческой молодежи. Город получает такой красивый объект культурного наследия, куда придут люди, которым восхищаются горожане, центр притяжения такой. А ребята получают в этом, получившем второе дыхание знаний, место для овладения такой красивой, в будущем, может быть, специальностью, а сегодня таким творчеством, которое помогает вам развиваться. Поэтому мне хочется, ребята и те, кто здесь работает, чтобы это был центр притяжения для всех, и для тех, кто здесь учится, и для просто школьников, которые сюда еще не пришли на учебу, но обязательно ребята в общем образовательных школ должны здесь побывать. Такое понятие, как сетевое взаимодействие, оно предполагает, что то, что создано, оно создано для всех, для вас в большей степени, для кого-то, как первый взгляд на прекрасное, для кого-то, как этап совершенствования. Историческим событием назвал второе рождение здания художественной школы заместитель министра культуры Краснодарского края Григорий Жуков и пожелал всем самого доброго. Главное, наверное, это было, ребята, ваше большое желание вернуться в эти замечательные исторические стены, которые несут в себе историю, красоту, смысл и духовность. И, конечно же, это вас и педагогов обязывает, наверное, такое замечательное внешнее и внутреннее убранство к соответствующему внутреннему духовному наполнению. Я еще раз вас всех поздравляю с этим замечательным событием, открытием, с Днем Знаний, успехов вам, творческих свершений, поиска, рвения и побед. Затем состоялось традиционное перерезание красной ленты, которое все собравшиеся поддержали горячими аплодисментами. После этого директор детской художественной школы Елена Мурич провела для участников открытия экскурсию по обновленному зданию и мастерским. Школа дает начальное академическое художественное образование по рисунку, живописи, станковой композиции, скульптуре, истории искусств. Здесь занимаются более 300 детей. Меня переполняет чувство благодарности и не только от своего лица, но родители, ученики все благодарны. В таком здании учиться можно будет только на отлично, потому что база и оснащение, наверное, не сравнить ни с какой школой в Краснодарском крае. У нас новые от мебели до оборудования, все необходимое нам приобрели под наши нужды. Пошли нам навстречу строители, сделали как именно нам надо. Для учащихся детской художественной школы открылись прекрасные возможности для более полного раскрытия своих талантов. Я очень люблю рисовать, и это здание дает больше возможностей, больше вдохновения для творчества, и я буду стараться рисовать лучше. Разделить радость открытия пришли сюда и профессиональные художники. Виктор Вайс считает, что учащимся художественной школы очень повезло, ведь они смогут постигать тонкости искусства в таких прекрасных условиях. Дети, уже подходя в эту школу, они видят прекрасную архитектуру, обновленную. В общем, считаю, что это здание, это жемчужина нашего города. И тем более, вот облагорожен двор, столько сделано помещений для скульптуры. В общем-то, я считаю, что детям просто повезло, здорово повезло. Я им просто по-хорошему завидую. Да, я хотел бы в детстве учиться в такой школе. Впереди у юных художников много новых открытий, творческих свершений, а также малых и больших побед. По нелегкому пути настоящего творчества они пойдут под руководством опытных педагогов в необыкновенном здании художественной школы. И все у них обязательно получится. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».